здравствуйте друзья субботнее утро типа полдень даже больше идем мы погулять веселые компании сейчас компанию будем вам представлять значит вот константин участвовал у нас в конкурсе в тринадцатом году в сентябре где-то вот ваши видео сейчас пересмотрел конкурс был как канал изменил вашу жизнь повлиял на вашу жизнь повлиял на вашу жизнь до мама константина которая выиграла грин карту да как зовут мама то надежда о слушайте с таким именем так не пропадешь умирает последний нет 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 как-то вы пессимистично нам еще рано об этом надежда выиграла грин карт лотерею а поскольку константину было еще до 21 года то они вместе и приехали так артур у нас уже пыль появлялся да я у вас был но мы видео не снимали про ран году приезжал подождите а вы же конкурсе участвовали да я тоже участвует том же самом да оба они извинницы посмотрите на них они похожи вот они похожи на 8 молодые и задорные так артур супруга артура так как вам с артуром то нормально зато вот у нас ласточка какая как зовут ласточку софия софия она она по-русски понимает да а так она вообще украиномовная а дома вы как и на каком да то есть вы все из винницы с ума сойти у нас работает жанна если вы знаете жанна у нас школе вот она из винницы да тоже хотя она последние годы в киеве жила так что же значит давайте напомню вашу историю а вы так в двух словах я специально видео посмотрел ребята приехали из лос-анджелеса погулять посмотреть и так далее зашли к нам в гости значит константин было ему 20 лет он искал себя случайно наткнулся на то что кто-то играл в грин карт лотерею я нашел вообще на на форуме михаила говорю про это читать форму потом посредством нашел ваш канал начал смотреть канал и так все закрутилось но это судя по видео которое это что посмотрел вы случайно какой-то человека распечатал что-то на принтере на английском и вы узнали что есть лотерея от этого вы уже нашли форум говорим про вес от этого она это было кто-то а кто был тот блогер где вы меня нашли на его канале но я уже не помню если честно ну был другой блогер который выиграл грин карт лотерею после этого константин пришел к нам после этого он стал играть в лотерею и разочаровался поскольку с первого раза не выиграл это хорошая такая мысль после этого он понял что надо брать свои руки процесс и подучился там за пару месяцев на тестер потом пытался на ютесте заработать но вышел облом поскольку на украине не было тогда проектов и стал рассылать резюме но все равно этот опыт использовал ну хорошо после этого вас звали на все интервью в Виннице и было это где-нибудь это было да вот всяких крымских донбасских дел или лото еще до то есть вы фактически как бы в спокойное время успели найти работу еще до того как все бросились войнают нашел работы еще где-то год поработал потом уже начались эти события ну хорошо так я просто когда вы там какого проклюнулись и эти вот мы там заедем я говорю себе неужели он успел уже там рабочую визу как-то получите там тогда кажется вот мама так а мама а мама хотела в америку или мама не очень хотела я просто за нее заполнил даже не знала ничего потом просто звоню на телефон мама ты выиграла так расскажите что у вас еще мальчики-то есть девочки нет у меня только так и что значит он вот мама вообще не знала даже что он документы туда поставил ну вы знаете знаете что страна такая есть ну есть знаете мечты конечно были попасть в америку но вот чтобы так жить кардинально поменять жизнь это вообще мысли в мои годы уже как-то я думала пойду на пенсию и конец жизнь вам до пенсии еще всю жизнь до да сейчас уже да у нас уже 60 лет в украине а было 55 уже вы уже то есть украина приближается к сша вот здесь вот 65 да да не так так уровень жизни не очень но пенсионный возраст они сделаны вы чем занимались то раньше я работала 20 лет в библиотеке библиотекарем и то что там писали книги для библиотек нет не писала я писала отчеты дайте читать ски форму формуляры карточки читать у меня был приятель точнее он был светланы приятель из киева который такую песню пел вы мне с этим формуляром напомнили там у него я как могу по украински исполнил значит там мисто киев столице украины там богато так ризных девчат все очкать и несать и кирпатии и на кожного хлопца по 5 вот и кала пісня вот раз пішов я в театру камедну рыжихвейску с собой прихватил угостив ее трошки на синем семечками угостил шей билет на галерку купив и вот дальше с формуляром рижихвейска яхта коломбина у нее вся спидница з мешка окуляры на нос при чопыло и выпечить я буду твоя вот но содержать окуляры с формуляром вот так это так пішли а смотри как может так вот то есть дар рот у нас мокренький такой выходит да значит санта-круз это можно сказать столица серфинга это здесь придумали вот эти вот костюмы на на метле это фактически такие бабки-ёшки местные здесь придумали эти костюмы и автор этого тела он и все еще живой ему 93 или 4 года жив да вот смотрите так вы видели все это у нас на экране правда но как похоже вот ой там какие русалочки так господи девчонки крепкие конечно видно так вот тут доходных тут не встретишь в таком костюме так артур давайте вы пару слов скажите вы участвовали в конкурсе тоже там где-то в сентябре 2013 года что после этого проезда момент когда вот я участвовала я только-только учил от курс да это много как бы наговорил что вот я изменяю свою жизнь все дела и как бы меня это получилось я думаю что из-за того что как бы я уже видел человека я уже знал что например виницын реально найти работу я не думал что виницы у нас есть много эти компании как казалось их очень много а вот так даже да то есть костюм я находил конечно многое не надо слушать это на мило мель ребят ее не было отмельно вот посмотрите вы посмотрите как люди ходят ее не было это осторожно только ребята это самое вы чё вот мы не планируем нет лишнего не надо так слушайте они тут устроили лежбище вы посмотрите на этих вот серферов они устроили лежбище такое ощущение сейчас они еще закуску принесут и рыбу коптить начнут вообще потрясающе совершенно на мило как они сюда заходят наверное берега да ну там есть лестница он там была там где вы заходили была лестница ой ребята посмотрите на этих отчаянных украинских амазонок что что творят я нет еще не боятся это страшное дело вопрос остается открытым откуда столько песка взялось в этом месте где никогда не было но вот там знаете там какой-то грот да там как вот богато очень очень неожиданно казалось бы рельеф то должен был быть сформирован он нет друзья он нет а вот тут сколько же этих серферов то сколько же их там возвращаемся к артуру и супруга это не они отлыниваете дня от вынимаете но вы как вы уже были женаты тогда и уже лялечка была у нас история очень такая длинная мы получается медицинском оба учились закончил у нас закончили медицинский у нас там с медицины не очень как плохо есть еще коррупция да и с вашей стороны тоже вы с них деньги берете ты нет нет мы как бы доучились и получается я так я уже занимался хирургией три года плюс спортом и мне как бы уже распределение было предварительное сначала живых людей резали до их ее на операции ходил как бы в больнице скорой помощи раб как бы не работал как бы на студентов доходил как бы ассистировал на операции и имя как бы уже должны были хирурга дать якобы себя у больше ни в чем не видел так круто раз мое место продали мне говори говорят типа вот семейным врачом какое-то там село чтобы как бы купить место нужно 10-15 тысяч долларов и у меня стал выбор что делать и как-то так меня занесло в любимой профессии то находиться подойдите а вы по какой части а я интернатура проходила по неонатологии вы говорите громко что же вот так тихо я проходила интернатуру по неонатологии неонатологии а по что это с маленькими детками до 28 дней боже и что в педиатр это работала в реанимации с недоношенными детками кошмар какой а потом депрессивно депрессивно да но потом ушла типа в декрет продолжительный ну потому что ей уже было четыре года и прошла обучение по косметологии занималась все это время косметологии это неплохо вам даже идет вот я так на вас смотрю и думаю ей подошло а так подождите когда муж говорит я теперь тестером буду я его поддерживала во всем потому что видела что он этого хочет и не потому что муж а потому что вот хочет и потому что муж в первую очередь я его всегда поддерживала мы с ним разговаривали что делать уходить через медицину не уходить родители его не поддерживали они сказали что он вас поддерживает ну конечно он мне сказал что уходи и занимайся чем хочешь теперь объясните мне по срокам значит давайте мы к вам значит вы когда в америку попали я попал только вот в конце ноября в америку то есть несколько месяцев назад мы вообще по политике сначала я как бы еще когда уже я нашел работу уже как бы по пирамиде маслу надо что-то это высшую материю нашли работу в винис да я начал же блогерством заниматься ага и вот как раз у нас все началось я начал крым поехал на донбасс поехал сделал оттуда много сюжета с людьми пообщался зарабатывали себе на я не то что зарабатывали нет я была такая родословная появлялась политическая да да и тут короче получилось что как бы у меня все вроде нормально было мне были проблемы в том году как бы я приехал сюда тогда когда сам заезжал я здесь побыл месяц как бы я уехал назад то есть у меня там все вроде рассосалась я вернулся назад а сейчас у меня уже с властями проблемы были меня уже шесть раз на допрос вызывали как бы службе безопасности украина блогерство из-за блогерство именно потому что мне вот начали у меня как бы канал растет много людей сбрасывать интересный материал подписчиков 25 26 вроде 27 тысяч уже слушать а называется как життя учима украинцы но вы мне скиньте может быть ссылочку так я да я не запишу я делал всякие исследования там убийства например на майдане да у меня там немножко появлялись другие факты я говорю а может есть другая версия посмотрите вот конкретно я когда ездил от к своему другу на суд его тоже вот арестовали как бы он уже год сидит в тюрьме за то что делал свои какие-то там репортажи просто его судят по такой статье которые не у нее нет другой никакой мере пресечения кроме держания по страже я ездил к нему тоже на суд делал репортажи один раз я ехал делал публикации видео меня встречают на вокзале как бы сбушники говорят убирай убирай с канала потому что сейчас не время для таких видео и они я говорю хорошо я уберу нет 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 здесь прям сейчас в телефон и убирай я убрал видео и в общем начали какие-то люди доносы на меня писать в общем после разберитесь не меня начали вызывать начались проблемы я тут уехал получается буквально через три дня мне жена звонит говорит тебя уже искали в твоей школе маме моей устроили допрос а меня побили еще да меня сразу на следующий день после того как меня закрыл этот видео меня побили и ну я решил у меня виза только американская была и вот спасибо кости меня приютил я пожил у него вот и потом перебрался с акраменты потому что подешевле подойдет а женка ты к вам а жена тоже очень интересно через мексику это ну-ка давайте станьте ближе так может это наверное тема для другого видео ну просто два слова ну я поехала мексику канкун отдыхать у нас было запланированное путешествие потому что мы путем покупали у вас без виза с мексикой у нас разрешение ну и все я поехал туда отдыхать как бы я планировала вернуться в украину ну честно муж мне звонит и говорит что мне уволили краски вот проблемы вот все и наш кум позвонил сказал что завели на него криминальное дело наверное лучше сюда не возвращайтесь ну плюс и как он говорит что приезжали к маме я ласочка вы давайте как вы границ пересекли я села на лета на самолет и прилетела в тихуан у меня встретил друг и привез границы я пошла приходить ребенком и с одним чемоданом границу и посидела там два дня в тюрьме и потом меня отпустили к мужу мне позвонили сначала спросили знаю или таких людей так офицер миграционный позвонил и говорю да я их знаю они пересекли границу он спросил мой статус здесь я сказал туристический собираетесь ли выезжать домой сказал да вот и он сказал хорошо записал мой адрес и на следующий день уже позвонили что приезжайте к заберите или есть кто-то забрать вы еще не были подачи на поле нет а мы уже как бы связались с тайной как кстати вот и вот буквально на днях как бы запустили процесс я понял то есть у нас еще была подвешенная понимаете в прошлом году от за месяц но как-то рассосала себя вернуться а тут с каждым днем уже так начала нарастать и мы решили что нужно ну хорошо тогда армакайте пока на солнышке собачий пляж друзья собачья жизнь вот все это вы видите эту самую американскую собачью жизнь а вон там молодежь что там молодежь делает молодежь тусит тусят но сказать что неделю назад мы здесь шли были шторма сильные и весь песок отсюда смыло и вы со игры надо же был вот был собачий пляж и нету и вот здесь стояла вода и ничего не было а сейчас снова что ли нам было хотя одна сказать что раньше было больше песка на более широким было красиво по пахнет марихуанкой да вот они там пиво пьют а вот вообще курит я вижу да так вот теперь у нас легально можно хочется сказать друзья в конце сюжета что-то философское и философское такое будет что начав однажды путь вот он где-то надо его заканчивать и коротенький и там по длине и который вот мы такой большой веселый компаний никого не трогаем по деревне мы пройдем никому не пристаем да значит возвращаемся на базу